60 тысяч авто в год и больше. В Беларуси появится легковое машиностроение. Ход реализации инвестпроекта обсуждался на совещании у президента. Технологические открытия для сектора экономики. Указ о цифровом банкинге подписан. Какие возможности получат клиенты? Инсталляции, мастер-классы, творческие лаборатории. Театральный куфор объединил студенческие коллективы 12 стран. Эксперименты на сцене. Беларусь-24 подводит итоги уходящих 7 дней в студии Ирины Яковлева. Здравствуйте. В Беларуси появляется новая отрасль промышленности – легковое машиностроение. В начале недели президент провел совещание по реализации инвестпроекта Белджи. Легковые автомобили будут собирать под Борисовым. Сейчас там возводят корпуса современного завода. Новое предприятие сможет выпускать до 60 тысяч автомобилей в год и в два раза больше в перспективе. За реализацией проекта следит наш политический обозреватель Сергей Хоментовский. Сергей, найдет ли рынок и своего покупателя белорусско-китайский автомобиль? Ирина, первый вопрос, который задал президент на совещании – это вопрос рынка. Очевидно, внутренний рынок страны Белджи обеспечит и спрос будет, пообещал президент. Государство создаст необходимое для этого условие. Все же новый завод будет заточен на экспорт и в первую очередь на Евразийский экономический союз. Уже известно, что компания «Джили» прекращает выпуск машин в России в 2016 году, делая ставку на белорусский завод. Таким образом, партнеры из Поднебесной сконцентрируют все производство в СНГ в одном месте и этим упростят свои логистические потоки. Вообще, народный автомобиль был голубой мечтой Александра Лукашенко лет 15. Создавать с нуля производство легковых авто было смерти подобно. Пришлось подождать. Была поставлена задача найти страну, которая готова нам помочь на основе их технологий, наших технологий, создать приемлемый автомобиль. Автомобиль для нашего народа, чтобы он и по качеству, и по цене был для нас выгоден. И нам протянули руку китайцы. Китайская народная республика. Более того, сегодня Китай по этим товарам практически завоевывает весь мир. Китайцы продвигают свои автомобили. Они уже и хорошего качества. Мы в этом убедились на примере «Джили». Посмотрев на это производство сборочное, мы приняли решение быть у нас легковому автомобилю. И создавать его мы будем вместе с китайцами на основе их технологий. На основе их технологий. Это не значит, что мы просто возьмем и один в один скопируем и произведем аналогичный автомобиль. Там, где мы можем, а мы можем. Опыт у нас есть. Сборки и производства грузовых автомобилей. И компонентов для легковых автомобилей. Опыт есть. Мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Они есть и в Академии наук. И в прокладной науке также. Поэтому потихонечку мы должны усовершенствовать этот автомобиль. И построить новый завод по производству так называемой «Белджи». На требования президента использовать белорусский опыт и наработки при производстве автомобилей в правительстве отреагировали моментально. Уровень локализации легковых авто «Белджи» к июле 2018 года составит не менее 50%. По словам вице-премьера Владимира Семашко, на производство и комплектующих будет задействовано много белорусских предприятий. В начале года на завод «Белджи» начнется поставка оборудования и его монтаж. Первая легковушка сойдет с конвейера к концу 2016 года. По прогнозам, доля китайских автомобилей в СНГ должны вырасти с 4 до 10%. Потребность только российского рынка оценивается в 3 миллиона машин. Строительство завода и инфраструктуры обойдется в 320 миллионов долларов. Первая очередь предприятия должна быть готова к 2017 году. Работу там получат 1300 человек. Проект на личном контроле у президента. Приватизация, пенсионный возраст и тарифы ЖКХ. Президент высказался о перспективах получения 3 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. На разговор о ходе переговоров по программе расширенного финансирования с МВФ глава государства позвал министров экономического блока и банкиров, всех ответственных за экономическую политику страны. Миссия МВФ работала в Минске в ноябре. Обсуждалась программа экономических мер. Сергей, каков итог разговора у президента? Ирина, миссия выполнима, но резать по-живому не будут. Кстати, новую программу сотрудничества с МВФ Александр Лукашенко обсуждал в сентябре в Нью-Йорке с главой фонда Кристин Лагард. В минувшем месяце переговоры продолжились с руководителем миссии по Беларуси. Международные эксперты позитивно оценили белорусскую экономику и выразили готовность выдать кредит в 3 миллиарда долларов на 10 лет под 2 с небольшим процента годовых. Обязательные условия – перечень экономических преобразований. В начале совещания глава государства расставил все точки над «и». Беларусь должна придерживаться прежде всего национальных интересов и взвешенных подходов при согласовании программ расширенного финансирования СМВФ. Резать по-живому неизвестно зачем, в угоду кому, я не собираюсь. Мы пойдем только на те, как вы их называете, реформы. Это никакие не реформы. Это нормальное функционирование государства. Так вот, мы пойдем только на то совершенствование того, что у нас есть. Только тогда пойдем, когда будем уверены, что в результате, к примеру, повышения тарифов на ЖКХ, люди будут в состоянии заплатить по счетам. Кредит в 3 миллиарда долларов на условиях МВФ глава государства назвал очень выгодным. Другое дело скорость реализации тех или иных условий. И самое главное – оценка последствий на общество и страну в целом. За 10 прошедших лет индекс социального неравенства Беларуси невысокий и практически не менялся. В списке стран по уровню социальной справедливости мы в первой десятке между Данией и Германией. Беларусь не откажется от моделей социально ориентированного государства. Это уже после совещания у президента скажут в правительстве. Ставился очень глубокий, по большому счету, анализ проекта программы с Международным фондом. Безусловно, необходимо еще раз очень серьезно посмотреть на последствия этой программы. Отдельный аспект уже для нас очевидный. Наверное, в ближайшее время мы еще раз вернемся к рассмотрению вопросов тарифов ЖКХ. Такая очень чувствительная тема для нашего населения, абсолютно очевидная. И вернувшись в ближайшее время к этому вопросу, мы, видимо, выйдем на какое-то окончательное решение. Другое дело скорость реализации тех или иных действий. И самое главное – оценка последствий этих действий на общество, на страну в целом. В 2009 году Международный валютный фонд уже предоставлял Минскую кредит, который позволил смягчить негативные последствия мирового финансового кризиса. Эксперты фонда оценивают Беларусь как надежного партнера, который вовремя и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства. Каждый нормативный акт должен быть понятен и доступен обычному человеку. Такую задачу поставил глава государства на совещании о совершенствовании деятельности по подготовке правовых актов. В ходе обсуждения прозвучали конкретные предложения. Ирина, естественно, чиновники пришли к президенту не с пустыми руками. Требование главы государства о том, что правовая деятельность должна строиться на балансе между стабильностью законодательства и его динамизмом, нашло отражение в проекте указа. Прежде чем принимать закон, необходимо просчитать, а к каким последствиям это приведет. А у нас, считает президент, к сожалению, часто бывает наоборот. Меньше поправок и отсылок к другим законам, больше понятных не только юристу, но и обычному человеку нормативных актов, к этому призывает президент. Процесс законотворчества должен быть обязательно системным. Он должен быть упорядоченным. Мы за это время сделали, последнее время сделали немало для того, чтобы этот процесс в стране сложился. Основные, наиболее сложные, наиболее важные законодательные инициативы исходят от президента и парламент их рассматривает. Более того, все законы, согласно нашей Конституции, не только у нас подписываются президентом. Такая установилась система и структура законотворческого процесса. Но, как я понимаю, на мое рассмотрение внесен проект указа, который корректирует и, можно сказать, шлифует, дошлифовывает тот процесс законотворчества, который на сегодняшний день у нас сложился. Спустя время, это естественно, мы увидели, что некоторые вопросы нуждаются в доработке. Законопроекты должны быть просты и понятны. То, что такой механизм работает, видно на примере фискальной политики. Главой государства неоднократно давались поручения об упрощении условий и порядка налогообложения. Благодаря проведенным налоговым реформам за последние 10 лет в соответствующем рейтинге Всемирного банка нам удалось подняться с последнего, почти 200-го места, на 60-е. В целом, институт законотворчества в Беларуси сформирован и работает неплохо. Настало время принимать законы, которые не только отвечают потребностям дня, но и выверены в плане их практической ценности. Спасибо. Сергей Хоментовский рассказал нам о вопросах, которые обсуждались с участием главы государства. Далее в обзоре новости экономики. Технологические открытия для сектора экономики. Указ о цифровом банкинге был подписан президентом. С октября 2016 года заработает межбанковская система идентификации. Проще говоря, клиент сможет взаимодействовать со всеми банками страны, не вставая с дивана. О нюансах документа расскажет экономический обозреватель Дмитрий Титов. Ирина, это принцип одного окна, но теперь уже не выходя из дома. Эксперты сходятся во мнении, что совсем скоро белорусы будут приходить в банки только для того, чтобы пройти процедуру идентификации, регистрации. Затем без проблем пользоваться их услугами на расстоянии. Бабушка, любой человек из Бешенковича или любого другого белорусского города, идентифицировавшись в любом белорусском банке, Беларусьбанке, Агропромбанке, Белинвестбанке, Альфа-банке, мог приобрести товар или услугу, банковский продукт или услугу. Это и кредиты, депозиты, оформить карточку и другие услуги получить. Именно таким образом никуда не ездя и находясь в своем родном населенном пункте. К вступлению в силу указа усовершенствует и единое расчетно-информационное пространство ЕРИП. Взять кредит, открыть депозит и оформить карточку онлайн и в любом банке, присутствующем на белорусском рынке, даже если такого финансового учреждения нет в вашем населенном пункте. С 1 января 2017 года все юридические лица ЕИП, а также интернет-магазины должны подключиться к ЕРИП. Иными словами, предоставить возможность физическим лицам проводить платежи через эту систему. Сейчас он зарегистрирует себя, идентифицирует и получит возможность приобретать любую услугу любого банка. И в первую очередь, конечно же, это будет существенно повышать конкуренцию внутри банковской системы. Банки будут стараться уже конкурировать между собой по качеству оказания услуг, а не по глубине и ширине своей филиальной сети. С октября месяца банки смогут обойтись без подписей и личного присутствия клиента. Помимо технических новинок, вполне вероятно и снижение стоимости банковских услуг. Еще одно техническое новшество упростилась процедура лицензирования. Что привнес еще один недавно подписанный указ президента? Ну, здесь речь идет о бессрочных лицензиях, которые позволят бизнесу уверенно планировать свои дальние перспективы. Оформить лицензионные документы теперь можно по электронной почте. Активно на этой неделе бизнес-сообщество обсуждало упрощение таких процедур. Они становятся бессрочными. До этого момента их выдавали на 5-10 лет. О компаниях, которые еще не получили лицензию, говорили на этой неделе в Парке высоких технологий. В Силиконовой долине завершился отбор стартап-компаний для развития в новом бизнес-инкубаторе. Какие условия предлагают? Участникам предоставили уникальную площадку для роста. От идеи до готового взрослого бизнеса, способного зарабатывать миллионы. Условия для развития предложили тепличные. Собственный офис на условиях льготной аренды и экспертной поддержкой известных бизнесменов и топ-менеджеров компаний, резидентов парка. Они обучат, как развивать свой бизнес и привлечь инвестиции. Шанс предоставит десятки команд. Есть и образовательные курсы, и уникальная среда для развития. Когда мы пытались 5 лет назад зажечь аудиторию, зажечь студентов, говорили, давайте делать, почему-то никто не верил. Все говорили, ну это там могут сделать, а мы, белорусы, мы не сможем. И вот именно вот задача, не задача, а, наверное, вклад вайбера, это было то, что мы показали, что мы можем создавать нормальные технологичные инновационные продукты мирового класса. Парк высоких технологий открывают и регионы. Первый филиал вскоре появится в Гродно. Планируется, что к работе здесь приступят уже в мае. Доступ к финансам открыт. Нацбанк на этой неделе опубликовал данные. Более 90% белорусов пользуются различными банковскими и страховыми продуктами. Каждый десятый житель страны в финансовое учреждение вовсе не обращался. Какие еще финансовые тайны приоткрыли? Среди самых популярных услуг у белорусов текущий банковский счет, интернет-банкинг и страхование авто. Меньше всего интересны им кредиты на образование, покупку авто и экспресс-займы. Подобные исследования уже проводили три года тому. Сравнимые результаты социологи отмечают динамика положительная – плюс 5%. Во-первых, повышением количества тех людей, которые используют обязательные услуги. Например, обязательное страхование жилых построек в сельской местности существует. Не секрет, в некоторых случаях те же пластиковые карты, на которые начисляют зарплаты, они обязательны. И в том числе и пенсии на данный момент стали начислять тоже. Возможно, прирост вызван этим. Но все-таки мы надеемся, что не только этим. И именно на выяснение этих моментов будет направлено наше ближайшее исследование в январе-феврале. Для сбережений и инвестирования чаще пользуются сберегательными счетами и срочными депозитами. Что касается услуг страховых компаний, распространены страхование собственности и транспортных средств. Есть и такая закономерность. На активность белорусов на рынке финансовых услуг влияют возраст, образование, доход и регион проживания. Спасибо. Дмитрий Титов предоставил нам доступ к экономической информации. Далее социальный обзор. Беларусь присоединилась к европейской неделе тестирования на ВИЧ. Обследования анонимные и бесплатно прошли десятки человек. День борьбы со СПИДом ежегодно отмечают 1 декабря. Вирус унес жизни порядка 25 миллионов человек. Можно ли победить инфекцию? Прогнозы медиков узнаем у нашего обозревателя Натальи Тарасюк. Ирина, еще немного неутешительной статистики. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, программы Организации объединенных наций по ВИЧ, СПИД, ЮНЕЙС, сейчас в мире почти 37 миллионов человек живут с этой инфекцией. Что же касается именно Беларуси, то нельзя сказать, что проблема стоит слишком остро. В нашей стране зарегистрировано всего свыше 19 тысяч фактов заболевания ВИЧ. Почти половина зараженных СПИДом людей в Беларуси – это молодежь. Для диагностики синдрома иммунодефицита в стране работает полсотни клинических центров для подростков и молодежи. Специалисты бесплатно и анонимно проводят все необходимые тесты и консультации. Только за последние пять лет, согласно госпрограмме профилактики ВИЧ-инфекции, государство направило почти 175 миллиардов рублей. Уже доказано, что 99% ВИЧ-инфекции – это инфекция поведения. Поэтому, наверное, на сегодняшний день каждый из нас еще четко не осознает, что ВИЧ-инфекция – это обычное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом, которое имеет определенные пути распространения. И, наверное, идя на неосознанное, иногда рискованное сексуальное поведение, каждый забывает, что ВИЧ-инфекция – это не где-то в Африке, это совершенно рядом. Свои достижения в борьбе с вирусом, его профилактикой наша страна продемонстрировала на этой неделе представителям ЮНИСЕФ и ЮНЕЙЦ. А эксперты, в свою очередь, выступили перед студентами. Молодым людям предложили сдать экспресс-тест на ВИЧ. Такая процедура занимает около 20 минут и абсолютно безболезненно. Международные эксперты не просто высоко оценили меры, которые принимают наши медики. Руководство ЮНЕЙЦ уверено, что Беларусь станет первой страной СНГ, которая положит конец эпидемии. Немного поясню. Для ООН задача максимум – полностью справиться с заболеванием к 2030 году. Уровень медицины, лекарств и методик, по прогнозам ученых, уже через 15 лет позволит преодолеть эпидемию СПИДа в мире. ВИЧ продолжит существовать, но вот случаи заражения будут единичными. Будем надеяться, прогноз ООН оправдается. Тем более, что ученые не прекращают исследования и разработку новых препаратов. Ирина, добавлю, белорусские медики сейчас занимаются моделированием иммунных лекарств для лечения ВИЧ-инфекции генного типа. В перспективе на основе этих наработок можно будет синтезировать и лекарства от СПИДа. На генном уровне белорусские ученые изучают и менее распространенное заболевание, но оттого не менее страшное – сахарный диабет. Детали проекта еще нескольких сотен инновационных программ на этой неделе обсудили в Минске на первом евразийском форуме молодых ученых. В Белорусской Академии Наук собралось около полутысячи специалистов из России, Казахстана, Армении, Турции и Германии. Термозащитные волокна, продукты будущего и даже резонатор для знаменитого коллайдера. Всего порядка 400 проектов. Все они – результат кооперации молодых ученых. Уже есть идея – научить преподавать дисциплины, связанные с биотехнологиями. Это международный обмен. Молодые ученые и студенты Белоруссии смогут ездить по всей Европе. Так и в вашу страну могут приезжать иностранные специалисты и проводить образовательные семинары. У нас связи очень тесные. Академия Наук подписала договор о сотрудничестве примерно с 80 странами и Академиями Наук. И мы имеем прямые контакты как на уровне уже признанных ученых, так и молодых ученых. Продумываем даже создание молодежной академии в нашей Академии Наук. Что же касается создания препаратов для лечения сахарного диабета, то белорусские фармацевты намерены объединиться с коллегами из Евросоюза. Сейчас в нашей стране более 270 тысяч человек страдает этим заболеванием. При этом количество случаев хронических осложнений сахарного диабета у детей снижается. Преимущества совместной работы на этой неделе обсуждали и в сфере образования в Беларуси. Ведущие вузы страны намерены создать единую информационную платформу. Что представляет собой этот новый образовательный ресурс? Ирина, единый портал позволит преподавателям разных университетов создавать и выкладывать в открытом доступе свои лекции и практические задания. Студентам, естественно, использовать эти учебные материалы в онлайн-режиме. Помимо нового ресурса, специалисты обсуждали возможности и результаты дистанционного образования. Пока такая форма обучения доступна лишь студентам Белорусского университета информатики. Вот студент старшего курса, он даже бывает работает, и вот расписание его не устраивает, он работает в это время. Он имеет право заявить об этом на факультете дистанционного образования и получить разрешение изучить дистанционную эту дисциплину. Учащийся может не посещать лекции, но в таком случае придется заниматься самостоятельно. Нужно написать заявление и заплатить незначительную сумму. Плата вносится за каждый семестр обучения на расстоянии. Возможностью получить диплом университета информатики уже воспользовались около сотни студентов из США. По интернету учащийся получает от университета материалы, высылает преподавателям выполненные задания, получает их отзывы и комментарии. Спасибо, Наталья. Далее в обзоре самые яркие события этой недели в культуре. Свой Виктор Гюго, медаль ЮНЕСКО, названная в честь известного французского писателя, теперь есть у трех белорусов. Знаком отличия награждают за особый вклад в развитие национальных культур. Такую награду в Беларуси вручали впервые. На церемонии побывала и Инна Пелевич. Инна, кто был удостоен этой награды? Медали ЮНЕСКО вручили патриархам крупнейших театров Беларуси – Большого, Горьковского и Купаловского. Кстати, в стенах последнего и состоялась церемония награждения. На сцене древнейших подмостков страны чествовали легендарных артистов – Тамару Нижникову, Геннадия Овсянникова и Ростислава Янковского. Узнахороживается народная артистка СССР и Беларуси – Тамара Николаевна Нижникова. Значит, меня как-то заметили. Мое творчество, мое искусство, меня заметили. Спасибо, я, говорю, принадлежу своей стране, народу и искусству своему белорусскому. Я верный человек на всю жизнь. В репертуаре обладательницы редкого колоратурного сопрано Тамары Нижниковой практически все ведущие партии в национальных и классических операх. Именно под ее голос создавали произведения композиторы. А вот на счету Геннадия Овсянникова более восьми десятков ролей в театре и кино. И в свои 80 артист продолжают играть. Зрители идут на Пустаревича из Павлинки в его исполнении. Еще один юбиляр среди награжденных – Ростислав Янковский. Картины «Земля до востребования. Встреча в конце зимы» с его участием вошли в Золотой фонд кинематографа. В этот вечер награду за Ростислава Ивановича получала супруга. Обладатели медали Виктура Гюго стали первыми зрителями нового спектакля Купаловского. По завершении церемонии состоялся показ спектакля «Арт». Он обновлен в постановке художественного руководителя театра Николая Пенигина. Но не только моноспектакли, еще и инсталляции, мастер-классы, творческие лаборатории всю неделю проходили на различных площадках столицы. В 12-й раз в Минске театральный куфор. Какие постановки впечатлили? Ирина, театральный куфор – фестиваль сценического мастерства. И в самом деле у публики порой захватывало дух. Так было на показе пластического театра «Колесо» из города Витебска. Во время постановки 16 ходулистов взаимодействовали со зрителями. В этом году театральный куфор объединил студенческие коллективы из 12 стран. Среди участников – Беларусь, Бельгия, Великобритания, Грузия, Литва. Мне нравится то, что ты не остаешься в таком-то недоумении. Бывают обсуждения, бывают творческие лаборатории, воркшопы разные, где студенты могут не только показать свои спектакли, но и поучиться чему-то. Юные театралы адаптировали к сценическому жанру произведения белорусских писателей – Василия Быкова, Максима Богдановича. В качестве художественного эксперимента на суд зрителей было представлено свое видение известных произведений – «Гамлет Шекспира», «Вика Гоголя» и «Демократия Бродского». Программа фестиваля не ограничилась показами спектаклей. В рамках форума действовал проект «Куфор пластилин». Он объединил на выставочных площадках оригинальные молодежные арт-работы – фото, видео, перформансы, живопись, инсталляции. И еще об одном событии – не финал Евровидения, но к нему все ближе. В Белтель радиокомпании прослушали всех претендентов, желающих выступать от Беларуси на Евровидении 2016. В студию «600 метров» пришли порядка ста исполнителей. Как боролись за место в финале? В борьбе за путевку на Евровидение артисты сделали ставку на эпатаж. Уже не первый сезон национальный отборочный тур на конкурс штурмует фрики. Повышенный интерес к конкурсу гарантирует, что скандальную выходку, конечно же, заметит пресса. В кулуарах Белтеля радиокомпании можно было встретить поющего иллюзиониста, антивирус в человеческом обличии и даже танцовщиц с микрофонами на голове. А вот дрозды ради Евровидения разбавили свою трельгогатанием гуся. Популярная белорусская группа отдала ведущую партию новому солисту Василию. Приглашенному артисту ферма привычнее сцены. Ему все оказалось, как с гуся вода. Перед жюри появился неожиданный скоровки. Кульминационный момент песни о деревенских буднях. Нам успех не надо, у нас все в порядке. А вот за Валеру будет обидно. За Валеру будет обидно, но мы желаем Валерии удачи. Это все ради него. Это мы, чтобы участие в песне про деревню. Вот звезда. Претендентов слушали от первой до последней ноты. Без остановок. Оценку давали мэтры белорусской эстрады. Тиханович, Раинчик, Теоланская, Колдун. Всего 17 экспертов. Из-за большого наплыва желающих прослушивание проходило в два этапа. Кстати, в финале национального отбора жюри вне игры. Голос Беларуси на Евровидении 2016 выберут зрители. Интрига разрешится не позднее 25 января. А я напомню, организатором национального отбора на Евровидении выступает Белтель радиокомпания, как единственный представитель Европейского вещательного союза в нашей стране, прямую трансляцию итогового гала-концерта проекта будут вести телеканалы Беларусь-1 и Беларусь-24. Победитель шоу отправится на Евровидение 2016 в мае в Стокгольм. Вот такими были главные новости, о которых мы успели рассказать. Спасибо за интерес к Беларуси. Подробнее о том, что происходит в нашей стране, можно узнать на сайте 3WBELARUS24BY. Я же с вами прощаюсь. Посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе. До встречи.